Сегодня в день осеннего равноденствия в мире отмечают еще одну дату, день без автомобиля. Ежегодно автолюбителям предлагается провести этот день в роли пешеходов или освоить альтернативные виды транспорта, например, велосипед или гироскутер. Напомним, 2017 год объявлен в России годом экологии. Всемирный день без автомобиля помогает хотя бы немного облегчить общую экологическую ситуацию. Козел также присоединился к экоакции. Эта акция именно проводится в целях пропаганды экологии, чистого воздуха. Хотя бы один день, чтобы наше население города не дышало выхлопными газами, вредными токсинами. Хотя бы этот день поддержать наш чистый воздух в городе. Количество автомобилей не только в Козеле, но и во всем мире растет с каждым днем. Проблема загруженности дорог является глобальной, поскольку автотранспорт разрушает природу нашей планеты. Конечно, в современном мире отказаться от машины невозможно. Тем не менее, можно существенно сократить их использование. Пользу для экологии принесет даже один день в год без авто. Девизом праздника является фраза «Город как пространство для людей, пространство для жизни». А акцию поддержали не только водители, но и пешеходы. Я полностью поддерживаю эту идею, потому что я за здоровый образ жизни и против загрязнения воздуха. Незаконная рубка и другие нарушения лесного законодательства выявили сотрудники Госкомлеса Тувы во время рейда в Буренхемчикском районе. В ходе патрулирования группой проверены два лесных участка по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. В ходе проверки были обнаружены нарушения лесного законодательства, а именно лесные участки не были очищены от порубочных остатков. А в местечке Чертов мост Буренхемского участкового лесничества рейдовой группой выявлена незаконная рубка лиственницы. Участковому лесничему поручено разобраться, найти нарушителей и составить административный протокол. Также со всеми заготовителями кедрового ореха специалисты провели профилактические беседы по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и правил санитарной безопасности. В республиканском наркодиспансере начали подавать в виде дополнительного питания для своих больных национальные блюда. В меню можно увидеть курут и баштаг. В первый раз, когда привезли национальные блюда курут и баштаг, наши пациенты сначала долго рассматривали, потом только через некоторое время съели, сейчас уже привыкли, принимают как должное. По вкусовым качествам, конечно, очень вкусное, с сахаром все натуральное. Сладкие блюда. Мы не зря ввели в меню новые блюда, причем национальные, тувинские. Делится врач-психолог-нарколог Снежана Хамушку. Результат не дал долго себя ждать. С 25 августа мы заключили договор с индивидуальным предпринимателем СПОК «Саянда». Поставки у нас производятся два раза в неделю, и больным мы даем ежедневно, тоже два раза в сутки, в качестве дополнительного питания. Тувинские национальные продукты питания, они производятся исключительно из молока, из натурального, из нашего местного, и содержат в своем составе очень много витаминов, и в связи с этим они способствуют скорейшему восстановлению организма, повышению иммунитета наших пациентов. Кроме национальных блюд в меню пациентов есть еще и фитобар. Это успокоительный и укрепляющий иммунитет сбора. Все направлено именно на ускоренное выздоровление больных, чтобы все вернулись домой полными сил и заряженными энергией. Козыле полным ходом идет прививочная кампания. Вакцинацию против сезонного гриппа сделали более 13 тысяч козылчан. Свой иммунитет к опасному вирусу нужно укреплять, подчеркивают медики. Чтобы защитить детей от массовой заболеваемости, в первую очередь нужно укреплять организм ребенка витаминами, нельзя сразу хвататься за антибиотики. Главное – своевременная вакцина-профилактика, говорят педиатры. Прививки мы перешли, все работаем с импортными препаратами. Почему мы перешли на осложнения? Мы не видим таких осложнений, которые у нас на нашей прививке. Поэтому мы, конечно, идем на импортных. И там хорошо, что одна вакцина, а в ней 5 противозаболеваний. Поэтому очень удобно для родителей. Что родители всегда беспокоятся, что ребенку сделают вакцину температурой, это надо беспокоиться. При пухлости у импортной вакцины это резко-резко наблюдается. И то это как реакция, но не осложнение.